То, что мы называем Венецией, представляет собой скопление островов болотистой лагуны в паре километров от северного берега Адриатического моря. Это сейчас Венеция место роскошных палацци, богатых храмов, памятников в знаменитой площади Сан-Марко, ну и, конечно же, каналов с основными по ним гондолами. А во времена Древнего Рима это была дикая местность с тысячей аборигенов и тоннами рыбы. Эта местность получила свое имя из-за племени Венетов, некогда проживавших здесь. С приходом Рима здесь был основан форпост для защиты от набегов варваров. Колония получила название Аквелея, которая активно развивалась. Во времена античности ее именовали Вторым Римом. К сожалению, в V веке н.э. Римская империя давно распалась на Западную и Восточную. Одновременно с этим началось великое переселение народов. До Адриатики добрались в Эсготы во главе с Аларихом. Они напали на Аквелею, разграбили провинции Истрия и Венеция. Для варваров грабить эти провинции стало привычным делом, поэтому часть аквелейцев решила уйти туда, куда варварам не пришел бы в голову вторгаться. В защищенной островами водой и камышом лагуну хлынули семьи аквелейцев. В 568 году застучали тысячи топоров, и в болотной глуши, среди отмелей воды, на сваях начали расти вверх дома, лавки, площади и храмы, а между ними засуетились гондолы. Так началась Венеция. Патриарх Павлин со всеми святыми и церковными сокровищами обосновался на островке Града, а епископство из Альтина переместилось на остров Торчелла, мать Венеции. Долгое время именно он, а не Реальто, был центром торговой жизни в лагуне. Сейчас об этом напоминают лишь две древние церкви. По решению Византии в 697 году свободные острова объединили в военный округ Венеция под властью Дожа, типа нашего губернатора. Дожа выбирали свободные люди, а утверждал сам Константинополь. В 751 году неуемные лангомбарды захватывают Италию целиком, а следом их самих проглатывают франки Карла Великого. Венеция остается последней римской землей на западе. Находясь по защите могучей Византии, на границе двух миров, Востока и Запада, венецианцы обогащались. По несиформскому миру, заключенному в 814 году, Венеция, формально остававшаяся в составе Византии, фактически получила независимость. Сильным ходом полной независимости Венеции стало обретение республикой святого покровителя. Выбрав на роль покровителя одного из евангелистов, Венеция заявила свои притязания на высокое положение в христианском мире, сравнимое с самим Римом. Для этого венецианские купцы похитили в Александрии мощи святого Марка и привезли их в Венецию, построив первую базилику святого Марка. А дождь Венеции стал носить титул «Славный герцог венецианский». Этот христианский подвиг поставил болотный город в один ряд с королями Европы и дал ему апостола-покровителя. Отныне торговля рыбой и всякой мелочью останутся в прошлом. В тренде – соль и рабы. Чтобы расширить свой бизнес, Венеция строит авампосты по всей Византии – от Балкана и Палестины до Крыма и Киева. В качестве рабов берут всех, за кого можно выручить хоть какую-то монету – от славян до арабов. В X веке Ватикан, видя, как быстро богатеет и выходит из-под контроля Венеция, запретив заниматься ей работорговлей, ссылаясь на то, что это дело низменное, недостойное христиан. Венецианцы не растерялись и стали транзитным пунктом, через который в Европу попадали янтарь, шелк, рис, кофе, пряности, ароматические вещества, а также сахар, изюм и даже икра с Черного моря. В обратную сторону шли серебро, железо, теплые шерстяные ткани, лес и зерно. Сама Венеция и ее окрестности тоже производили ценные товары – соль, ткани, муранское стекло. Венеция крепчает, а Византия слабеет. С выходом из-под ее тени у Венеции остался огромный флот, торговые связи по всему миру и, конечно же, амбиции. Понимая, что Византия уходит в закат, венецианцы старались перебрать к рукам торговлю в самой Византии. Это моторок жизни, залог существования. Сицилийские норманы давно не давали покоя венецианскому флоту, как и различные пираты. Когда с ними было покончено, Венеция XI века добилась серьезных преференций в Европе. Например, купцы франков не могли путешествовать по морю дальше Венеции и были вынуждены передавать свои товары венецианцам в районе Риальта. И одновременно от Византии была получена «золотая була» – привилегии в торговле в Эгейском и Средиземном море. Корабли с венецианскими флагами вызывали уважение и работали как стробоскоп для безопасного передвижения по морю. В 1104 году был построен первый арсенал, у которого было два входа – для рабочих по суше и морские ворота для судов. На территории арсенала располагались склады, встретенные леса и оружие, а также крытые судоверфи, на которых сооружались до 20 галер длиной до 40 метров. Это позволило Венеции участвовать в крестовых походах, предоставляя свои суда в прокат, перевозя крестоносцев. В XI веке Византия находится в незавидном положении, получая удары со всех сторон. На востоке дикие орды сельджуков отжали Малую Азию, с севера – набеги викингов, печенегов и русов. На западе потеряна Хорватия, пылают Балканы, вот-вот отпадет Сербия, вдобавок восстали болгары. С южной Италии атакует Норманское королевство. Венеция защищает Византию флотом, выбивая все больше привилегий взамен. Они получили целый квартал в Константинополе и право открывать торговые фактории в городах империи. Непостижимо! Могучая экономика в руках маленького чужого города. Отныне греческих купцов теснит венецианское монополие. По улицам ходят наглые иноземцы в роскошной одежде и ведут себя как дома. Весь XII век византийские императоры пытаются сбросить это ярмо, а венецианцы им не дают, принимая сторону врагов или блокируя морскую торговлю пиратским флотом. Венеция не была ни плохой, ни хорошей, как любое другое государство, пеклось о своих интересах. Восьмидесятитысячный болотный город не смог бы иначе выжить в окружении могучих империй. Интриги, дипломатия, союзы и золото – все это служило на благо Венеции. В конце концов, византийцы нашли способ избавиться от венецианцев. В 1172 году по приказу императора Мануила Камнина арестовали всех венецианцев в империи и конфисковали их собственность. В ответ флот Венеции вошел в Эгейское море и выдвинул ультиматум – либо империя все вернет, либо мы закидаем ваши порты ядрами. Император спасал и обязался компенсировать убытки в качестве 700 килограмм золота, хотя взять ему столько было неоткуда. Преемники Мануила деньги тоже не вернули. В итоге пришлось даровать очередные привилегии венецианцам, но чтобы нивелировать их монополию, одновременно были предоставлены права Генуя и Пизи, заклятым врагам Венеции. Ведь борьба между тремя торговыми республиками только на пользу. В любом случае, все больше иноземцев прибывали в Константинополь, отбирая торговлю у греков, не заводя их до уровня грузчиков. Итальянские республики дерутся с друг другом и снищающими греками в том числе за место под солнцем. Через 10 лет все закончится новым бунтом в Константинополе. Озверевшие греки начнут грабить дома, убивать всех иностранцев и уводить в рабство. Более 4 тысяч латинян были проданы в рабство, и 60 тысяч спаслось совсем немного. 12 век заполнился также чередой войн на суше и на море, с венгриями за Далмацию, с Пизой и Генуей за право морской торговли. Флот Венеции помогает латинским рыцарям разгромить египтян в сражении под Аскалоне. А на суше они участвовали в захвате Тира, за что были получены очередные преференции на торговлю в Яросолийском королевстве. В середине века Венеция приняла участие в европейском конфликте между папой и императором Священной Римской империи Фридрихом Барбаросой, сначала примкнув к одной стороне, потом к другой и завершив все взаимным перемирием. В 1187 году Византийская империя заключает оборонительный наступательный союз с Венецией, больше похожий на какую-то кабалу. Венеция не забыла вставить договор статью о возмещении старого долга – 700 килограмм золота. С учетом пении это были огромные цифры. Но за 30 лет Византия не заплатила и грамму золота. Венецианцы уже начали переживать, что им не видать своих кровных. Благо, крестоносцы собираются совершить четвертый крестовый поход. Венецианцы, пользуясь своей морской монополией, звинтили ценник на перевозку рыцарей, которые планировали пойти на святую землю через Египет. Рыцари были не в состоянии оплатить такую сумму. В конце концов, под давлением Венеции нашелся компромисс. И план вторжения был изменен, чтобы в первую очередь осадить ненавистный Константинополь. При осаде венецианцы вели себя настолько не по-христиански, что папа Иннокентий III произвел первое отлучение Венеции от церкви. Несмотря на это, новым императором и патриархом Византии стал ставленник из Венеции. Стоимость награбленного в Константинополе составила громадную сумму, от которой Венеции досталось 3 части из 8. Также республика получила новые территории, от Далмации до Черного моря, включая остров Крит и фактическую монополию на морскую торговлю в Средиземноморье. Однако в стратегической перспективе падение Константинополя открыло дорогу к завоеванию Малой Азии, а затем и значительной части Европы турками-османами. Деньги текут рекой. Это привело к развитию банковской деятельности и страхового дела. Первый банк на Риальто появился в середине 12 века. Налоги Венеции были значительно ниже, чем в Византии и в странах Европы. Это способствовало развитию венецианского офшора. В городе стали появляться мощенные улицы и площади, первое масляное освещение и небоскребы. Хотя нет, небоскребов не было. С потери Константинополя обострилась старая вражда с Генуей, которая закончилась подписанием Миланского мирного договора и больших потерь в живой силе с обеих сторон. Несмотря на это, две республики продолжили противостоять следующие 150 лет. Кроме Генуи, Венеция постоянно конфликтовала с Папой Римским. В результате Папа организовал союз государств, так называемую Камбрейскую лигу, в которую входили Папские области, Франция, Испания, Священная Римская империя и города Италии. Венеция, естественно, не смогла воевать с половиной Европы одновременно и была вынуждена подчиниться власти Папы. Но умелая дипломатия позволила не только ничего не потерять, но и заключить союз уже с Папой против Франции. В XII-XIII веках в Венеции на верфях Арсенала строятся галеры и галиасы, невероятной вместимостью до 200 тонн. Республика начала чеканку собственной монеты, венецианский золотой дукат. Лоренцо Тепполо стал первым дожем, приносящий присягу народу Венеции. XIII век – время терроферма, освоения материковой территории Венецианской республики. Они имели определенную самостоятельность под общим контролем Совета X. Провинции приносили доход Венеции. Также между ними существовал культурный обмен. Родом из провинции были Тициан, Веронеза и Палладио. В XIV веке венецианская экспансия достигла своего пика. Колонии подконтрольной территории протянулись от греческих островов Игейского моря до Фриули и Бергамо, и от реки По до Альп. В это же время Венеция окончательно утвердилась в роли главного морского торгового центра Запада, где купцы Италии, Германии, Австрии и Нидерландов приобретали товары, поступающие из Леванта. Общий тоннаж ее кораблей был около 40 тысяч тонн. В 1453 году турки завоевали Константинополь, поставив венецианскую монополию под сомнение. Последующие 250 лет прошли в непрерывных войнах с турками. Кроме того, в Венеции стал угрожать рост морских путешествий. В 1499 году Португалия проложила новый морской путь в Индию вокруг мыса Доброй Надежды, разрушив монополию венецианцев на торговлю пряностями. К середине XVI века ситуация со специями немного выправилась, но открытие нового света и проникновение голландцев в Индийский океан окончательно уничтожило значимость торгового пути через Ближний Восток. Проиграв в борьбе за пряности, венецианцы были вынуждены увеличить обороты в торговле шелком, хлопком, коврами из Леванта и шерстяными тканями. На Турецком театре военных действий 7 октября 1571 года произошло самое значимое морское сражение. Возле порта Лепанта объединенный флот христиан, в котором вошли корабли Венеции, Испании и Папской области, разгромили флот турок. Тем не менее, в том же году был потерян Кипр. Но несмотря на потери, XVI век – время расцвета Венеции в искусстве и архитектуре. Это время живописи Тициана, Тинторетта, Веронеза и архитектуры Андреа Палладио. С начала XVII века венецианские корабли ходили в Средиземное море уже только в составе конвоя. Венецианский флаг потерял статус уважаемого гаранта безопасности. Конец века был отмечен отдельными успехами, сопутствующие Франческо Морозине. Но в 1699 году окончательно был потерян Крит. Далее у Венеции хваталось сил только для поддержания нейтралитета. И снова, независимо от военных поражений в XVIII веке, жизнь в самом городе Венеции била ключом. Венеция была единственным городом Европы, где были официально разрешены азартные игры. В городе действовали семь крупных театров. Производились предметы роскоши. Сюда стекались музыканты, певцы, любители удовольствий и искатели приключений со всей Италии и Европы. XVIII век – это время фресок Типполо, пейзажей Каналета и Франческо Гварди, музыки Антонио Вивальди и Томмазо Альбинони, драматургии Карло Гальдони и Карло Гоцци. Однако праздники, великолепные фестивали и карнавалы подтачивали благополучие Венеции не хуже войн. Республика прекратила существование 12 мая 1797 года, когда на Большом Совете дождь Людовьи Каманин отрекся от престола и для Венеции началось время Наполеона. Через три дня французские войска вошли в Венецию и за время недолгого пребывания хорошенько разграбили город. На этом, после более чем тысячелетней истории существования, Венеция перестала быть независимым государством, превратившись сначала в провинцию Франции, затем Австрии и, наконец, вошла в состав Италии.